И сегодня еще такая новость, об этом сообщило главное управление разведки, наше Министерство обороны Украины. Есть информация о том, что спецслужбы России готовят к проведению масштабную кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке. Казалось бы, Украина, Ближний Восток, как еще можно дискредитировать нас в войне на Ближнем Востоке? Дело в том, что российская разведка передала боевикам Хамас, захваченное во время боевых действий в Украине, оружие, изготовленное в Соединенных Штатах и государствах Европейского Союза. Понятно, что это не пушки и танки, понятно, что это стрелковые и переносные комплексы типа ПЗРК, типа ПТРК, гранатометы и так далее. Стрелковое оружие. И это все предполагается, что это может появиться в очередной волне наступления боевиков Хамас, которые сейчас они готовят. Там были заявления лидеров Хамас о том, что они готовят, они часть подкрепления перебросили, как они сказали, на южные рубежи сектора газа. И готовят они следующую волну. Так вот, наша разведка предполагает, что сейчас на поле боя могут появиться боевики вот с этим западным вооружением. Как только оно появится на поле боя и будет, допустим, захвачена армия обороны Израиля, потому что они ведут наступательную операцию, движутся вперед, убивая и беря в плен боевиков, увидят это оружие, сразу же будет объявлено о том, что Украина якобы приторговывает налево западным вооружением, которое нам поставляют страны-партнеры. Поэтому понятно, что это полный фейк, о чем и говорит наша разведка. И никто никакого оружия никуда не передавал. У нас постоянно находятся представители и европейских стран, и Соединенных Штатов, которые контролируют не только вооружение, но и контролируют финансовые потоки и материально-технические средства, которые прибывают к нам от стран-партнеров. Так что вот такая вот готовится информационно-психологическая операция по дискредитации Украины. Мы знаем об этом заранее и заранее об этом говорим. Кстати, у нас учет и контроль поставлен довольно неплохо, поэтому даже по серийным номерам этого трофейного оружия мы точно можем сказать, где, на каком участке и когда оно было захвачено российскими войсками в качестве трофеев. Ну что ж, вот такой сегодня будет первый раздел нашего с вами видеообзора о военной и военно-политической обстановке. Я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, те, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего видеообзора будет следующий. Олегу Володимировичу, спасибо за эфир. Скажите, как на вашу особистую думку, как войсково контрнаступ ЗСУ провалился, и то, что на него было покладено, нет успеха? То есть, как мы все сподевались и ждали 23-й, не будет переможным. Еще вопрос. Люди у нас закинчиваются, а в расистов НАТО помнивали. Чи не можем мы програти им кількостью? Во-первых, смотрите, нет. Во-первых, наступление продолжается. Да, мы не видим классического наступления, когда красные стрелки на всю карту, как в годы Второй мировой войны, и захваты, и точнее освобождение, продвижение до 100 км в сутки, освобождение территорий тысячами квадратных километров и так далее. Нет. Каждая война не похожа на предыдущую. И, кстати, для того, чтобы быть объективными, посмотрите на статистику. Это вещь неумолимая, она ведется постфактум. Так вот, мы за 4 месяца летнего и осеннего наступления, мы освободили площадь территории освобожденной больше, чем в весеннюю кампанию 2022 года. То есть территорию Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей площадь намного больше освобождена на сегодняшний день. Мы не стоим на месте. Сказать, что наступление провалилось, можно было бы, если бы мы не смогли двинуться с тех позиций, с которых мы начинали это наступление. Так мы имеем с вами практически 2-3 даже плацдарма, где мы прошли довольно-довольно хорошо вклинились в оборону противника. И самое главное, уничтожили большое количество войск противника. Сегодня российская армия вытянула последний стратегический резерв, 25-ю и 8-ю общевойсковую армию, которую они не доформировали. И мы уже сорвали план зимнего наступления РФ. Скорее всего, эти две армии формировались для того, чтобы они должны были быть сформированы к 1 декабря. Декабрь переброска войск в Украину. И в январе, скорее всего, Россия попыталась бы начать новое зимнее наступление. Сейчас эти обе армии, одна уже 25-я вот здесь, 8-я перебрасывается, но они недоукомплектованы, недообучены, что и показало, кстати, наступление на лиманском направлении. Они понесли огромные потери и вынуждены были остановиться в результате понесенных потерь. Поэтому наступление идет, и идет уверенно, да, не так быстро, как нам бы хотелось, но уверенно идет. То, что год не станет окончанием войны и победным, к сожалению, это зависит не совсем от нас. Мы со своей стороны делаем все, чтобы это было именно так. Наши силы обороны стараются изо всех сил, как только могут. Но у нас мы полностью зависим от поставок вооружения наших стран-партнеров. И главный донор по вооружению на сегодняшний день, Соединенные Штаты, к сожалению, не всегда спешит поставить нам то вооружение, которое нам крайне необходимо для достижения победы. Поэтому, да, сроки сместились, тут я не поспорю, сроки сместились на 2024 год. Но, кстати, помните, когда я ошибся в арифметике и тысячу делил на 72, у меня получилось 50 бригад. Нет, за 4 месяца, я вам сейчас объясню эту подоплеку, что я хотел посчитать и показать. Что за 4 месяца введения контрнаступательных действий или наступательной операции вооруженных сил, сил обороны Украины, мы уничтожили 3,5 тысячи артиллерийских систем. Вот 3,5 тысячи, 3 тысячи 500, если разделить на штатный комплект артиллерийской бригады на 72 орудия, вот это будет 50 артиллерийских бригад. И вы хотите сказать, что мы не имеем успеха в наступлении? Посмотрите, сколько танков мы уничтожили. Мы практически в районе, на Мелитопольском направлении, мы практически большую половину всего оборонительного рубежа, который 9 месяцев строила Рашистская Федерация, мы большую половину его уже преодолели. Мы сейчас ведем активные боевые действия. Первый рубеж уничтожен, полоса обеспечения перед ним уничтожена и пройдена. Сейчас идут активные боевые действия во второй полосе или во второй линии обороны и за ней остается третья линия обороны. Третья линия обороны, она не предназначена в основном для оборонительных действий. Там находятся войска второго эшелона, там находятся пункты боепитания, там находятся узлы связи, там находятся командные пункты, полевые лазареты. Именно поэтому Рашисты сейчас срочно схватились за лопаты и экскаваторы и пытаются наращивать в инженерном отношении вот эту третью линию обороны, чтобы хоть как-то превратить ее в рубеж обороны. Поэтому я не вижу тут вообще слово провалилось или захлебнулось или не состоялось. Наоборот, мы перемалываем Рашистскую... Да, Рашистская армия большая. Вот тут мы подходим плавно с вами к количественному показателю. Количественный показатель очень-очень большой, в разы отличается. Но по статистике НАТО, по-моему, никто не валит до весь комату в РФ. Там, кстати, тоже начинаются проблемы с мобилизацией. Да, пока что за длинным рублем есть желающие погоняться. И в среднем военкоматы в РФ выдают где-то около 25 тысяч в месяц. Но я вам показывал статистику, которая превышает, потери превышают. А еще, если учесть буквально опыт последней недели, причем не только на Лиманском направлении, но еще и на Бердянском направлении. Там, где они тоже, они двинули наконец-то 35-ю армию. Это она была последней из числа незадействованных боевых действий. Из-под пологов они выдвинули. И эта армия в первые же сутки, понеся огромные потери, вынуждена была остановиться. Бригады из состава этой армии захлебнулись, остановились. И уже сутки тишина на этом участке. Они не знают, что дело дальше. Они поняли, что те мобилизованные, которые сейчас идут в армию РФ, это уже пушечное мясо. Настоящее пушечное мясо. На которое даже не хватает танков и бронетехники. Так что мы не можем им проиграть. Это если сегодня, завтра все откажутся нам, прекратят поставки вооружения и техники, вот тогда, да, тогда возникает угроза проигрыша. Но Запад уже не тот. Уже наконец-то мы сломали стереотипы. И они прекрасно понимают, что здесь сейчас ситуация точно такая же, как была в конце Второй мировой войны в антигитлеровской коалиции. Что все уже прекрасно понимали, что если Гитлера не остановить, то если не уничтожить эту коричневую чуму, то это будет вечная проблема. Мира никогда не будет. То же самое сегодня понимает коллективный Запад. Вот эти более 50 стран, которые входят в формат Рамштайн, они прекрасно понимают, если не остановить российский фашизм, то мира во всяком случае на европейском континенте не будет. А еще и судя по тому, как Россия пытается разжечь любой региональный конфликт, для того, чтобы расширить масштабы войны, а потом предложить мир на своих условиях, то понимание этого у Запада уже есть. Поэтому поставки не прекратятся. Так что вот так.